Парни, всем привет! С вами Джамбо Макс и в этом видео я вам расскажу, как играть в игры Xbox One на телефоне. Да, мы знаем, что X-Cloud уже готовится, он выйдет в октябре. Для тех, кто не знает, X-Cloud даст возможность играть на телефоне в игры Xbox One где угодно. Но пока X-Cloud готовится, парни сделали приложение OneCast. Если что, это приложение, которое позволяет использовать потоковую передачу на телефон. Пока приложение находится в бета-тестировании, его можно юзать. И юзать бесплатно. Когда оно уже полноценно выйдет, не в бета-тестирование, то, увы, придется заплатить. Но пока халява, пользуйтесь. Короче, приложение называется OneCast. Ссылочку на скачивание я оставлю в комментариях. Чтобы пользоваться данным приложением, достаточно зайти на него, подключить телефон и хуан к одной сети, зайти на свой профиль Xbox Live, написав туда адрес и пароль. Ну и если потребуется, написать свой айпишник. Он находится в настройках в разделе сеть. Ну, в общем-то, все. И когда приложение найдет ваш хуан, то просто нажмите играть. Самый прикол этого приложения в том, что можно играть как на экране, на сенсорном. Там будут вот такие вот кнопки сенсорные. Или же просто подключить геймпад к телефону и играть. Для тех, кто не знал, геймпад 3 ревизия от Xbox One можно подключить без проблем к любому телефону при помощи Bluetooth. Если же геймпад не подключается, то значит у вас, возможно, версия Bluetooth не 3.0. Как-то так вроде. Для полного удобства вы можете приобрести вот такую вот штуку. Обзор на нее я делал в недавнем видеоролике. Я оставлю видеоролик, наверное, где-то здесь. Посмотрите, если хотите. На самом деле, штука очень удобна. Просто крепите на геймпад и играй. Приложение является, по сути, аналогом функции, которая доступна на ПК, потоку и передача. И будет удобно, наверное, тому, кто не хочет перетаскать куда-либо телек, хочет поиграть в туалете, там, не отрываясь от всего. На самом деле, приложение играбельное и задержка не такая уж и большая. Да, вы в мультиплеере не будете тащить, у вас будет задержка, но все равно, как бы, проходить одиночные игры на телефоне самое то. Также повторюсь, что приложение работает только в пределах домашней сети. То есть, поиграть на улице, поиграть на работе пока не получится. Надо ждать xCloud. Ну, а пока, чтобы играть на кухне, в коридоре, в ванной, в туалете, это самое то. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео с вас, Лойс, можете даже этим видео с друзьями поделиться, кто не знал об этом приложении. Ну, а также напишите в комментариях, будете ли вы юзать это приложение, как оно вам. И большое вам спасибо за просмотр. До новых встреч.